чем дальше мы продвигаемся тем больше мне все начинает нравиться это было приятно экстремально ух так что у нас есть мы добыли до копия не надо нам опи очень не надо мы беременны и нам нельзя серная мазь муха и варится на себе сколько нам нужно времени пока она приготовится и голыми руками берем ее с собой так ну собственно говоря предметы лёгонька готова теперь главное чтобы мы внутри этого танка сами себя не взорвали так ну вроде бы никаких тайных комнат тут больше нет слева тут мы были средств себе открыли в той дальней комнате были и как бы там все других проходов никуда вроде бы не было ты знаешь зрителя всегда люблю иногда когда приспичит на всякий случай тут все засыпано все завалено тут мы все что от нас требовали проделали спите с миром ребята пускай на том свете вы обретете покой если он там конечно есть ну а мы будем дальше жить и страдать в этом мире живых милашка однако так что воспитать хорош понятно так о это я только сейчас на тебя обратил внимание и кстати говоря поднялся ветер ветряк заработал и появилось электричество снова в этом же чтоб его здание это типа тонкий намек на то что мне вновь нужно пойти сюда а зачем зачем то что что-то от этого изменилось я просто больше не хочу туда идти я хочу взорвать эту дверь и уйти отсюда куда подальше эту штуку мы по-прежнему никак не открываем что у меня крайне беспокоит ладно да давайте-ка мы попробуем сначала взорвать эту дверь а ну-ка предметы танковый снаряд рэдди а и у нас ту вещь на этот крича инфраструктур меня но к сожалению у 3 2 1 ну ладно Что, мать его, произошло? Алис? Литл-уан? 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 Блин, это больно. Давай, милая, снимай с тебя всё это. Боже мой, маленький! Литл-уан? 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 Я... Я не испугала тебя внутри... Госпож guerre Я не могу продолжаться вот так... Я требую приведут к доктору... Я не должен быть успехом nesse риск... Фух, а что нас так перекинуло-то? Это же был просто обычный выстрел. Или это нас какое-то существо решило таким макаром? Так. Так, давайте выбираться. Как выбираться? Ничего не понятно. Так, там у нас не откроется. Так, мы в какой-то воде. Что? Так, хорошо. У нас был еще один где-то выход. А, ну да. Повернуть башню. А теперь вот. Ну, ладно, это не важно. Вот, собственно говоря, когда я тогда в прошлый раз подошел к окну, я думал, вот такой вот знак появится, типа выбраться. Оказывается, можно было просто прыгнуть и выйти. Это меня поначалу сбило с толку, но потом я решил прыгнуть, оно сработало, и вот я продолжил запись. Где мы дальше и сделали. Вот это вот все. Где мы оказались? А, ну да. О, Господи. Я хочу выйти из этого. Класс. Мы еще и провалились. Раз, два, три, четыре, пять. Неплохо. Ну и, собственно, я думаю, все вы поняли, как мы выжили. Ну, это, в принципе, как это правильно сказать? Не такая уж загадка. Мы о ней почитали в записке, что существует такое существо, вот, которое, если человек ему понравится, отдает ему часть своих жизненных сил, да бы человек выжил. Вот, собственно говоря, мы и выжили. Видимо, тот светящийся объект, который мы видели, это и было то самое существо, которое, судя по тому, что нас вылечило, вреда нам явно нанести не хочет. А, возможно, как мне кажется, это существо больше всего лечило не конкретно нас, а пыталось спасти то, что находится внутри нас, а именно ребенка. То есть, не нас хотела она возродить, просто если бы умерли мы, умрет и ребенок, поэтому вылечили нас, что вполне себе имеет место быть. Воду мы спустили. Да, вкустим. Так. Давайте постучим. Или для чего это? Или потянуть, типа? Как обычно, не поддается и не открывается. Спички! Но у нас их... Ну ладно, стоило того, чтобы взять. Фух. Не, ну это было эпичное падение, ничего не скажешь. Кто бы мог подумать? Единственное, что меня сейчас зачаровывает и печаль, это то, что я вновь так и не пошел в то здание. Вот. А нам тонко намекнули, что туда, в принципе, пем нужно еще раз схватить. Или, возможно, это из-за того, что мы посмотрели на ветряк, у нас пошли флэшбеки. Кто знает, кто знает. Просто я не помню, работал ли он раньше. Меня нет как-то не обращала особо внимания, потому что, как обычно, не смотрел наверх. А надо было, бэйп. Оу. Так, местная прекрасная канализация. Что? 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 Это... Это ты. Я не чувствую тебя. Я слышала тебя двигаться. Понял, спасибо, будем знать То есть, если нам уж прям таки дико страшно Мы можем спокойно Спокойно побеседовать С нашим маленьким Или маленькой Как мы уже поняли, наша героиня пока не знает Тоже у нее там Поэтому Таки да Мешок, пожалуйста, уберем Бочку оттащим Тихо, я понимаю Да, тяжко Ничего Мы справимся Так, тут у нас в ящике Кроме вот этого вот Что у нас в ведерочке Досадно Наверху тоже пусто Зато есть что почитать Не так скучно Чтобы продолжить исследование Нам придется соорудить леса Понадобится веревка и древесина Полагаю Где-то на глубине в стенах есть брешь Уровень воды был гораздо выше Мы видим Как через нее проходит Свет Так Тут нам еще и местная карта нарисована Правда, ничего по ней Непонятно Ага Оке Так Наша задача Все это дело Отодвинуть Дабы иметь возможность пройти дальше Кою мы уже сейчас и имеем Ох, как же что-то у нас хорошо Ай-яй-яй Доли секунды не хватило Дабы зажечь еще один факел Ну, что ты будешь делать Какой-то там доли секунды Ну, пока что тут все у нас спокойно Но это пока что Вряд ли в здешних Местах Не найдется кто-то, кто сделает нам больно И мы спускаемся вниз Хотя я думал Будем выбираться наверх Тогда единственный вопрос у меня Какого черта мы тогда дверь взрывали? Непонятно Так, не, ну вот так вот идти сюда Зачем? Мне кажется, что это Ладно, пока не буду говорить Зачем, 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 зачем Зачем? Зачем? Стой, стой Нет, ни в какую Понял Рановато нам пока этим заниматься Фу Хоть я и не боюсь высоты Но все же за Нашу дамочку Такий бой я знаю Ого Так, ага Эвана как Хорошо Вопрос в другом Как мне избавиться от Препятствия А, или возможно я сейчас сюда Потом внутрь Потом вот так вот И вот так вот Что в принципе Довольно логично И, наверное, таки да Нежели чем нет Хотя лучше бы, наверное, фонарик включил бы Нежели спичку тратить Ну, будем надеяться, что еще найдем Ау Так, выходим на свет Опа О, ку Ой-ой-ой Так, веревки Непонятный тазик с чем-то Опять очередная дверь Которая, ну, никак не хочет нам открыться Факел Который Я не вижу смысла, чтобы зажигать Так, спичку потратили Ага Ладно Черт с тобой Так, ребеночек Погоди Ты хочешь, чтобы я с тобой побеседовала? Ладно Хочу найти путь, маленький. Эта свет. Это свет, в какой-то момент. Что вы думаете? Мы будем через это. Я просто хочу выйти из текущей. Извините, что я в этом ужасе. Но, пожалуйста. Мы выйдем. Я надеюсь. Ну, давай заправимся. Ух ты. Красиво. Ее возьмем еще. Почему бы и нет. Так. Непонятные диски. Надеюсь, нам их не нужно будет брать, дабы куда-то вставлять. Но мне кажется, что такой исход возможен. Наших действий в будущем. Куда? Куда ты в текстуру-то полезла? Возьмем спички. Так. Факел, факел, факел. Бегу. Фук, успел. Успел хотя бы немного зажечь. Опа-на. А кто это у нас тут скрывается? А? Спички. Спички, спички. У одной царицы не было супруга. Многие кенезья приходили свататься, но ни один ее не радовал. Она тосковала, потому что хотела иметь дитя. Она обращалась за помощью к мудрецам. Но те говорили, зачем тебе ребенок, мы, твои дети? Мне нужен ребенок, отвечала она, ибо я не смогу править вечно. Кто-то должен царствовать после меня. Глупости, возражали мудрецы. Мы сварим тебе волшебное зелье, и ты станешь жить вечно. Ты всегда будешь нашей царицей. Так они и сделали. Но порой, когда никого не было рядом, царица плакала. Ибо, хотя и была она матерью всему миру, ей этого было недостаточно. Намерения новоприбивших четко указаны в записях Усима. Они явились из дальних земель, помышляя завоевать нас, и превратили нас в своих слуг, в рабов, в добычу и корм для скота. Последнее слово также может переводиться как урожай. Их происхождение не ясно, но велика вероятность, что это очередной набег со стороны Нила. Или даже из Персии. Фух, так. Ага. Так, еще. Один факел, который мы не зажгли. Так, спички вроде больше тут нигде не заныканы, хотя кто его знает. Хм. О. Почему бы и не взять? Теперь 10 из 10. Интересно, надо было посмотреть сколько у нас их было до этого, а то мало ли. Так. Как-то спички у нас уже довольно быстро тратятся. Раньше они горели не так быстро. Хотя возможно если я буду перемещаться на корточках, то соответственно расход будет меньше. Здравствуй, Пенумбра. 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 Какой мое. Пенумбра. Если подружки. Допустим, прикольный кораблик. И таковы их имена и печати. Вот восемь князей, подданные дню. Алиторс, Карга, Буниэльс, Рабос, Арисат, Ариэль, Коупиль, Малюгель. Запомни тут еще это все. Эти записки... А, ну да, записки сохраняются в памяти, что мы их читали. Третий день. Я примкнул к мавританским странникам. Одна из них мучается королевской хворью. И я молился с остальными о том, чтобы ей хватило сил поскорее добраться до пещеры матери. Они говорят, что до Тесемта два дня пути, если все сложится благополучно. Но впереди еще есть преграда. Путь лежит через владение Таркана Рейса, османского барона-разбойника. Он взимает спутников непомерную плату за пользование своими водными источниками и горной тропой. У меня остались лишь специи и три талера. Молюсь, чтобы этого хватило. Но, разумеется, это не так. О-о-о, что такое? Не бойся, милая. Все будет хорошо. Или милый. А возможно, у нас вообще двойня. Кто знает. Кто же знает. Кто же знает. И опять закрыто. Но это уже ни в какие рамки не лезет. Ну, серьезно. А, блин, еще один факел все-таки есть. Сколько у нас спичек? Семь. Черт с тобой. Пускай. Больше, вроде бы, нигде не спрятано. Любопытно, конечно. Это мы подвинуть не можем. Фух. Так, что от нас хотят? Мы можем, допустим, бочку сюда подвинуть. И посмотреть, что там наверху. Главный только вопрос в том, оно нам надо. В целом, так, кто. Ну, ты что, на бочку не можешь запрыгнуть? Неужели слишком высоко для тебя? Во. Ну да. Без полезняк. Из-за углом ничего не валяется. А за досками что-то есть? Опять же, пусто. Спасибо. Так, это типа можно взять и куда-то вставить. Любопытно. Так, под низом ничего. Хорошо. Давайте разбираться в том, собственно говоря, что от нас хотят. Эту штуку мы уже не использовали давным-давно. Даже не знаю, понадобится ли она нам когда-нибудь еще. Ну, наверное, таки да. Вот так вот просто. Я думал, сейчас нам придется какую-то головоломку разгадывать, дабы пройти дальше. И, походу, таки да. Чувствую, дальше нас будут ждать. Ну, в смысле? Все хорошо. Пока что.